Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Спасибо, что заглянули. Мне безумно приятно. Не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайки. Сегодня у нас шаурма. Два вида шаурмы. Правда, домашний, но очень вкусный. Еще взяла йогурт, который лежал в холодильнике. Не пропадать же добру. И сок. У нас это, подождите, какой-то яркий микс. Фруктовый сад без красителей и консервантов. Вы в это верите? Я нет. В общем, на улице такая погода. Вот мне всегда становится грустно, когда я вижу такую погоду. Нету солнышка, пасмурно. Шаурма получилась тоже надо. В общем, смотришь на небо и как-то печальненько. Как-то грустненько. Вчера был дождик. Вообще ужасный. В инстаграме сделала сводч помады и показала при сильном освещении, так скажем. И все начали мне писать, фу, какие волосатые руки, ты же делаешь лазерную эпиляцию. Во-первых, волос было не так уж уж много. Просто они были длинные. Дело в том, что лазер очень сложно убирает именно пушковые волосы. Кто ходит на лазер, тот знает. Например, у меня вот здесь волос нету. А именно вот здесь, где были совершенно просто мягкие волосики, волосы остались. Также они поменяли свою структуру и стали более толще и длиннее. Я просто была удивлена ответами на историю. Все писали про волосы. Что за волосы? Какой ужас, Айка! Например, я начала делать лазерную эпиляцию вот здесь вот. Здесь были пушковые волосы. И мне сразу лазеролог сказал, что там лучше не делать. Потому что мягкие пушковые волосы потом превращаются в жесткие. От жестких волос легче избавиться. Кто бы что ни говорил, я очень довольна лазерной эпиляцией. Извиняюсь, конечно, за подробности, но я ненавижу лежать в ванной и сидеть целый час, брить ноги. Там и освещение не такое. Ненавижу. Экономия времени колоссальная. Ну, в общем, нормально у меня руки. Не обижайте меня. В этот раз я шаурму готовила немного иначе. То есть, обычно, как я из грудки делала. Кстати, рецепт обязательно оставлю в инфобоксе. Переходите, смотрите. Немножко по-другому готовила. Как я сделала? Я отварила крылышки. Хорошенько. Затем вынула косточки. Вот это мясо пожарила еще раз чуток. И добавила сюда. Смотрела вчера интервью группы Тату. Когда Тату были популярны, меня, наверное, вообще не было. Но все говорят про эту группу. Тату, Тату. Мне просто было интересно узнать, кто это. Были ли они настолько популярными, как про них говорят. Оказывается, не то, что там в СНГ не были популярными. Даже в России. Ой, в России. В Америке. И за все интервью мне запомнилось только одно. Она сказала, что мы что-то посидели в ресторане. В то время поели суши. Я такая, суши? В то время были суши? Интересно. Я почему-то думала, что суши стали такой едой популярной. Только недавно. Наверное, недавно я ознакомилась с ними. 15 лет назад я не знала, что такое суши. Если вы знали, то пишите в комментариях. Я ходила также по ресторанам и так далее. Но я нигде в меню никогда не видела суши. И там задают вопрос. Блин, каково жить, что раньше вы были популярными, а сейчас не популярными. Я не понимаю людей, которые расстраиваются, как Рома Желудь, например. В депрессии, что он сейчас уже больше не популярен, не актуален. Я просто беру от себя. Вот сейчас меня смотрит аудитория. Я знаю, что когда-нибудь, возможно, 3 года, возможно, 2 года, меня тоже перестанут смотреть. Потому что вкусы, мнения, предпочтения меняются. И я на вас абсолютно не обижусь. Потому что я сама такая. У меня тоже вкусы меняются. И это абсолютно нормально, я считаю. У каждого артиста, у каждого блогера есть свой срок. И, честно, низкий поклон таким артистам, которые всегда на хайпе, всегда актуальны. Например, Тимати. Я когда в памперсах ходила, Тимати уже был певцом. Сейчас смотришь опять. У него дохрена подписчиков. Всем интересна его личная жизнь. Да пофиг на то, что уже третий раз он пытается жениться, как-то создать семью. Третьи его какие-то отношения. Даже не третий, а сотые какие-то отношения. Но все равно, хоть все пишут ему плохие комментарии, всем интересна его жизнь. Таких артистов мало. Обычно, как Эл-Джей, две-три песни вышли, все про него узнали, а потом удачно забыли. Я, конечно, не сравниваю себя с такими звездами, но, в общем-то говоря, у всех в этой сфере есть свой срок. Например, вы идете учиться на юриста, не знаю, в экономический, становитесь бухгалтером. Это вам профессия на всю жизнь. А блогинг это временно. Очень сложно удержать интерес людей на протяжении длительного времени. Как это делает Бузова, например. Я помню, еще лет 10 назад смотрела Дом-2. Даже, наверное, больше Бузова была ведущей. Ее как-то всерьез никто не воспринимал. А точнее ей просто завидовали, что именно ее выбрали на этот пост. Она же, как могла быть, просто обычной участницей. Потом вышла замуж. До сих пор актуально и интересно многим. То есть сложнее всего удержать интерес аудитории. Я, например, беру от себя. Если я буду непопулярна через какое-то время, я это восприму вообще нормально. Здесь влажные салфетки. Вообще много в этой жизни временно. Была закатка давно еще. Стоят три человека. Один богатый, другой бедный, а другой на инвалидном кресле. И, в общем, Бог дает им записку. Всем троим одинаковую. С одинаковой надписью. И богатый человек просто начинает плакать. Бедный человек начинает радоваться. А инвалид, не дай бог, он тоже очень сильно обрадовался. И вопрос заключался в том, что написано на записке. И там было написано временно. В этой жизни все временно. И именно поэтому я купила себе квартиру, а не какую-то крутую машину. Потому что завтра это деньги. Завтра я могу ее сдавать. Дополнительные денюжки. Конечно, право каждого. Например, такой блогер знаменитый. У него 700 тысяч подписчиков было. Его знали все. Но он сейчас занимается просто эскортом, чтобы заработать себе на жизнь. Я сама помню. Одноклассницы сходили с ума по Роме Желудю. В то время, когда он до хрена зарабатывал. Если бы он купил себе 3-4 квартиры, он бы сейчас не нуждался ни в чем. Не вынужден был работать на таких работах. Десятая сетьютую ретρ'у. А теперьtery должна зап послесь использовать без Dublin. Также очень вкусно. И он очень мальчик. Я тоже ничего не задумалkiem сечкой. zonaken грамзац пор. О чем у меня, значит, какой журомет. Él есть такой самый репрессор. Я смотрела девушку в ТикТоке, и она рассказывала о том, что покупать квартиру невыгодно. Выгоднее ее сдавать, ой, снимать. Она говорит о том, что квартира окупается только за 20 лет. А не лучше ли свои деньги вложить во что-то другое, а квартиру снимать? Все равно она окупается за 20 лет. Но, блин, после 20 лет она стоит еще где-то процентов на 30 дороже, и плюс твои деньги ушли в никуда. Поэтому я считаю, что все-таки лучше приобретать свою недвижимость. Я ем. Я не сия ем. Тиктс пришел, мам! Чего он такой недовольный? Я не понимаю. У него печок-то закончился. Не ест сухой корм. Особенно тот, который вы рекомендуете. Вообще ненавидят его. И вас ненавидят, что вы мне порекомендовали. Так что все взаимосвязано, ребятки. Если вы придете ко мне в гости, уже Твик с вами здороваться не будет. Скажет, это ты посоветовал этот корм. Ну все, хана тебе. Кстати, заметила, что ни сестры Твикса, ни мамы Твикса нету. Не знаю, куда они делись, но их уже нету на прежнем месте. На этом все, мои хорошие. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь. Всех люблю, целую. Пока!